Физкульт-прея, дорогие друзья, в эфире программа «Спорт на Дану» И сегодня мы в гостях у политика, спортсмена и общественного деятеля Александра Шабли Александр, здравствуйте Здравствуйте Александр, вот первый вопрос сразу напрашивается сам собой Как можно совмещать и политику, и профессиональный спорт? Ну, у меня такая деятельность, которая предусматривает собой развитие спорта прежде всего Я всегда, помимо того, что занимался спортом, меня всегда тянуло к развитию Я и тренировал ребят, и был президентом, и являясь действующим президентом нашей лиги бойцовской Я всегда родил, скажем так, за развитие спорта И это общественная деятельность, которая также подпитывает во мне силу развивать спорт Развивать здоровый образ жизни в нашем регионе Вот и все Но ты один из самых молодых депутатов в городе, да? Да Как ощущения? Вот просто сразу, как говорится, с ринга и в депутатское кресло Страх был какой-то там? Испытывал мандраж? Нет, страха не было, да, и небольшое волнение присутствовал Но после профессионального спорта, после выхода на арену Ты всегда умеешь с этим волнением справиться Ты всегда выступаешь перед камерами, даешь интервью Также здесь ты выступаешь перед людьми, и это волнение всегда с ним нужно уметь справиться Ну вот твои первые шаги депутатские какие были? В чем, говорится, ты отдавал первый приоритет? Все-таки спорт, наверное, да? Да, первый спорт Ну, помимо спорта у нас была приоритетная программа Это реконструкция парка, благоустройство парка Сабино Вот где у нас сегодня как раз проходила зарядка для школьников Это парк, который требовал долгое время реконструкции И одна из моих программ предвыборных была именно нацелена на реконструкцию и благоустройство этого парка Вот благодаря силам администрации, благодаря усилиям подрядчика Людям, которые переживали и приходили и просили администрацию и жаловались Много писали писем, жаловались в связи с тем, что этот парк долго-долго-долго реконструировали Постоянно менялись подрядчики Основным направлением моей общественной деятельности является развитие спорта И я понимаю, что то, что я могу дать ребятам полезное То, что они могут для себя что-то оставить после этого мероприятия А не посидеть в конференц-зале и рассказать им, как надо заниматься Как надо следить за собой, как надо поддерживать здоровый образ жизни Мы увиделись утром на мероприятии Провели для них зарядку Я думаю, было интересно, все зарядились хорошим положительным настроением Я пригласил ребят к нам в клуб на тренировки И они получили, я думаю, заряд бодрости А ты? Я тоже, честно скажу Вот эмоции какие вот сейчас? Ну вот у меня сегодня не было утренней тренировки Я немного думал о том, что мне надо пропустить тренировку Потом это компенсировать Но после зарядки мы с ребятами так обменялись Размялись Осталось при мне Ну ты ведь не один проводил зарядку Расскажи, кто с тобой еще был за ребят? Со мной был Газимурат Магомедов Это ученик нашего клуба Чемпион мира Единственный чемпион в нашей области Первый чемпион Мастер спорта международного класса В прошлом году ему присвоили Еще официально мы ему не выдали По смешанным делам И Борис Мирошниченко Борис Мирошниченко Я думаю, что он в Ростовской области его знает Бескомпромиссный боец, спортсмен и тренер Самое главное, что он хороший наставник и тренер У него очень много тренируется детей Он умеет найти подход к детям Боря, он сам же действующий спортсмен? Да, он действующий спортсмен Но в приоритете его карьеры это тренерская деятельность Саш, какие еще планируешь подобные мероприятия Вот в этом году в Ростове, в Ростовской области? Подобные мероприятия мы планируем проводить Вот такие тематические утренние зарядки На которые привлекать детей И как-то поощрять их, чтобы они уходили довольны И в следующий раз хотели так же прийти Также самое главное Это то, о чем я тоже говорил в своей предыборной программе Это реконструкция спортивных площадок Которые у нас существуют И рабочие действуют Но они все, не все Ну, зачастую в плохом состоянии Почему? Потому что они не стоят на балансе Ни у района, ни у города, нигде не стоят Вот, поэтому сейчас идет активная программа Которую запустил город и администрация Они передают эти площадки на баланс Вот, и за ними уже будут ухаживать И будут постоянно приводить в надлежащий вид Чтобы люди могли приходить там и проводить время Ну, например, какие площадки там можно сказать По адресам или пока нет еще Пока я пока не могу сказать Там есть проект, чтобы одну площадку мы построили с нуля О, с нуля вообще Да, в нашем, как раз в новом округе Мы сейчас ждем одобрения Саш, ну вот смотри, подобное еще на такое мероприятие было, конечно, оно круто А вот нету в планах пригласить какого-то известного спортсмена, например Чтобы он провел такую зарядку Не думал об этом у себя? Известного спортсмена Из России, например, кого-нибудь там Уровня там действующего ныне Хабиб Нурмагомедов, например, да Хабиб Нурмагомедов, конечно, это хорошо Тут его уровень такого нет? Не был планов? Ну, у нас, наверное, его уровня только он А так, каждый спортсмен, наверное, в своей дисциплине Он для своей аудитории известный Ну, а Хабиб, это, конечно, величина мирового масштаба Он известен на все аудитории И на людей, которые и занимаются спортом И не занимаются спортом И фанаты, и антифанаты, скажем так Он для всех известен Ну, вот новость, да? Мы с тобой перед записью программы прочитали Хабиб закончил карьеру Как ты к этому относишь? Потому что были разговоры, что все-таки Вот, например, я считаю, чтобы он мог продолжить еще карьеру Радовать нас своими победами Прославлять нашу страну Твое мнение по этому поводу? Мое мнение для меня тоже это было неожиданностью Я как раз находился У него бой проходил в декабре, да, кажется? Да В декабре, да? А, нет, в ноябре был В прошлом году, в конце года как раз Да, с Джастином Гейджи Я как раз находился на подготовке в Соединенных Штатах Вот, и для меня это было неожиданностью Я никто не знал И команда его, я так понимаю, не знала Он тоже об этом говорил Для всех это было неожиданностью Естественно, я бы хотел увидеть его бои в будущем Но это его решение, которое мы должны уважать И должны принять Потому что он для себя видит это так Он не видит больше перед собой оппозиции Которая бы давала ему конкуренцию И Хабиб это в первую очередь человек, который дерется не за деньги А за наследие То, что после него останется И деньгами его сейчас не удивить Его гонорары Сейчас, наверное Ну, поменьше, чем Макгрегор, например Сравнимы со звездами мирового масштаба Футбола, баскетбола Вот, поэтому Хоккея Поэтому, я думаю, его деньгами сейчас не удивить А вот со стороны спортивной составляющей Ему никто ничего не может Он на уровень выше своих Своей позиции Ну, вот ты считаешь Уровень Хабиба у нас есть сейчас Вот он ушел, да Кто-то сможет его заменить вообще в России Есть такие бойцы? На данный момент у нас пока Я считаю, что нет Нужно, чтобы боец до начала стал чемпионом Как Хабиб Хабиб, когда стал чемпионом Он не был настолько известен Он был известен Ну, в своих кругах, да? Ну, до нас, до России Да Когда он стал чемпионом И после этого, наверное, вот Он раскрылся И завертелось, закрутилось Тогда давай сразу быстро переключимся Хотя потенциал у наших бойцов очень высокий И очень большой Наши ребята сейчас в UFC Занимают Ну, много ребят занимающих Занимают лидирующие позиции И у многих Скажем так, уже там Перед ними маячат титульные бои Поэтому это дело времени То есть, вполне возможно Через пару лет появится новый Хабиб Ромагамедов, да? Конечно В Ростовской области возможно такое появление? Есть у нас такие бойцы? Вот он сидит Нет, ну, тебя-то знают Понятно, что А я по молодежи имею в виду Молодые ребята У нас есть ребята талантливые Перспективные Вот кто бы знал, что Газимурат станет чемпионом мира Ну, мы понимали, что у него большой потенциал Ну, я думаю, что Люди, которые смотрели выступления Не сильно задумывались о том Что он когда-то станет чемпионом мира Также и молодые ребята Которые проявляют себя в нашем клубе Достаточно много ребят Которые ездят на соревнования Только что вернулись С Южнофедерального округа По смешанным единоборствам Два ребята тоже в призах У нас чемпион Это мы при том, что мы не отправляли туда Много ребят Ну, такую мощную массу Да, да, мы отправили несколько человек Проверить, да? Сейчас действует некое ограничение Там ребята уже с профессиональными боями Не имеют права участвовать в любительских боях И мы отправили туда Ну, маленькую часть своей команды Вот Также Ребята У нас активно выступают по грэппингу Грэппинг очень хорошо развивается Во всем мире Говорят о том, что грэппинг хотят сделать Олимпийским видом спорта Но я не знаю, когда это будет Но тем не менее У нас в команде тоже девочка Которая выиграла чемпионат России Ооо Ну, вот девчачьи Я как-то, знаешь, перебью там сразу Как ты относишься к тому, что девчонки Занимаются профессионально этим Не для себя Не для самообороны А профессионально прямо идут Ну, если она для себя выбрала это направление То почему нет? Мы должны уважать мнение людей Ну, это же девчонки Все равно как-то, да? Разбитые лицо у девушки Я не спорю Мне жалко, но я отношусь к этому Так Я думаю, что Мое бы мнение Я бы хотел, чтобы мое мнение Уважали люди Если я захочу что-то То мне бы хотелось, чтобы люди Относились к этому с пониманием В последние годы Такой сумасшедший скачок Популярности смешанных единоборств Да? Особенно среди вот детей На твой взгляд С чем это связано вообще? Ну, как раз таки Это в целом развитие единоборств Боевых видов единоборств Благодаря, наверное Хабибу Нурмагомедову Потому что он За все это время Пока единоборства развивались И я считаю, что Они развивались в стране у нас Благодаря Федору И благодаря Хабибу Это два таких Две скалы Два тягача Которые Тянут за собой Огромный-огромный-огромный Такой поезд Поэтому Я думаю, что это благодаря им Давай тогда поговорим о твоем контракте Ты недавно заключил контракт Ну как недавно В прошлом году В конце года Заключил контракт с Беллатором Почему Беллатор? Почему не UFC? С UFC у нас были договоренности И меня должны были подписать После одного боя Который у меня прошел Вот здесь в Ростове Я травмировал руку Попросил переноса этого подписания И потом уже все затянулось Завертелось Последние мои Последние наши условия были Я должен был прилететь в Штаты Сделать себе документы И ждать там своего выхода уже на бой То есть я сделал все, что от меня зависит Я прилетел, я прошел подготовку И ждал уже выхода Но все опять затягивалось Затягивалось Пандемия Много ребят, которые находятся в Америке Они сидят без боев И им надо делать бои Меня уже некуда было поставить Как они говорят Сейчас мы тебе сделаем бой Подожди, подожди Я уже просто махнул рукой И подписал контракт с Беллатором Потому что на тот момент Нам сделали хорошее предложение То есть они сами на тебя вышли, да? Получается Беллатор? Да Ну что ж, дорогие друзья Это была программа Спорт на Дону С вами был Роман Саганов Увидимся ровно через неделю Пока-пока Всем хорошего дня Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин